Это же... неспроста. На, серьезно! Всем привет, ребятки, вы на канале Random Game, и мы продолжаем с вами прохождение игры Мутрополис. Это уже будет у нас пятая часть, и потом, я надеюсь, мы подойдем уже к финалу. Ибо картинок под видео я заготовил ровно на пятую часть и на финал. Ну, если что, сделаю еще и на шестую часть. Но я думаю, что мы близко уже к концу. Вот, поэтому, думаю, за парочку часиков с вами управимся. Ну что ж, поехали! Все, кто первый раз на канал попали, обязательно подписывайтесь, если есть такая возможность, если есть желание, если нравятся такие ролики и вообще, в принципе, этот канал. Буду рад каждому подписчику. А что ты не показываешь картинку-то? Прикиньте, да? А, вот, заработал. Окей, отлично. Итак, к дедуктивному методу я не прибегал, поэтому сейчас будем все методом тыка с вами исследовать и расследовать, а потом уже, если что-то не получится, то, наверное, в следующей части, скорее всего, будем уже быстренько все это тут компоновать друг с другом. Инвентарь у нас просто опустел. До недели у нас осталась только секретная записка. Это карта, которую Total спрятала у себя в кабинете. А, ну, в принципе, окей. Зачем она, правда, нам нужна, непонятно. Ну, да ладно, горизонт. Растения и животные отсюда кажутся такими маленькими. Так выглядит мир смертных, когда ты бог. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Чувак офигел. Генри, мужик, она снова делает эти свои жуткие божественные штучки. Тебе не стоит меня бояться, Микро. Ты мне нравишься. Нам нужно что-то вроде телескопа. Отчего ты молчишь? Я же бинокль с собой взял. Он в Хеверджете. Так, окей. Робот Макс. Привет, Макс. Как дела? Я знаю, о чем ты. Порой я так же себя чувствую. Что скажешь об Исиде? Береги себя. Так, тут что, сломанный робот? Я не могу дотянуться. Ну окей, надо будет как-то его там достать. Да откуда он только там появился, непонятно немножко. Так, что тут у нас? Рюкзак. Стол. Просто стол, да? Ага, что у нас есть на столе? Есть мониторы какие-то странные. Не играйся с мониторами, Генри. Окей. Провода у нас не жмякаются. И карта, на которой тоже, в принципе, ничего нет. Лады. Рюкзак. Вот мой мастерок. Великая Ра. Это еще что? Знаю, знаю. Древность та еще. Ха-ха-ха. Она-то как богиня должна, в принципе, знать, что такое мастерок. Потому что я думаю, что в Древнем Египте все-таки чем-то наподобие мастерков пользовались. Какая красота. Мы пользовались такими в Древнем Египте, ну вот видишь. Их ковали в священном огне. У вас же тут есть огонь? Да, конечно. Огня у нас просто заварись. Рада слышать. У меня осталась лишь моя одежда. Окей, мы забрали наш мастерок. Пойдет. Давайте сейчас тогда поболтаем с микро. Когда Макс будет готов выехать на разведку? Все немного сложнее, чем бы я предполагал. Мой компьютер и наш Макс не могут соединиться. У них конфликт интерфейсов. Думаю, я смогу это обойти, но мне нужна инструкция Макс. У Максу есть инструкция? Оказалось, что да. Я ее в глаза не видел. Я попытаюсь найти ее. Может, Люк сможет помочь? Спасибо. Я пока пошаманю с интерфейсом. Мне бы не помешал бинокль. Не переживай, Генри. Я всегда беру его с собой. Он в багаже. Спроси у Люка. Зачем тебе инструкция Макса? Так я смогу подрубить его к компьютеру, и мы сможем отправить его на разведку. Без инструкции это может занять целый день. Что скажешь об Исиде? Она кажется благонадежной. Не? Она меня немного пугает, мужик. Пугающий, благонадежный. Так, окей, ну, еще увидимся. Да, и знайте, если найдешь инструкцию. Мне почему-то кажется, что она подстава, короче. И она потом нас подставит в чем-то. Вот прям чует мое сердце. Эти поиски такие увлекательные. Мне так весело. Ну, жизнь нашего друга в опасности. Щекочет нервишки, да? Ты уже нашел Мутрополис? Мы ищем не Мутрополис. Мы ищем Тоттели. Конечно, конечно. Тоттель. Есть идеи? Я чувствую злобные вибрации Сета, Генри, глава экспедиции. Он близко, но сокрыт от наших глаз. Ищи еще. Найди Сета. Что произошло с Осирисом? Молю, не тревожь мертвых. Почему ты нам помогаешь? Я желаю попасть в Мутрополис. После шести тысячелетних неудачных попыток в одиночку я решил заручиться помощи. Что ты там ищешь? Этого я сказать не могу. Обещай, что ты нас не предашь. Ты не вправе предъявлять требования богини. Обещание принято. Хе-хе-хе. Тогда продолжим. Я защищу тебя, хрупкий человечешка. Хрупкий человечешка. О, он ягоды порит. Смотрите, а я ее как бы и не заметил. Макс собирает пропитание для команды. Мне не стоит ему мешать. Окей. Так, а я могу мастерком обрубить, например, вот эти ветви. Я не могу дотянуться. Не можешь. Окей, я тебя понял. Там гвоздик. Он никак ни на что не влияет. Так. Тут выходов нигде нету. Дерево. Нож. Рот. Глаза. Чудесные глаза. Спасибо, Генри, глава экспедиции. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Ну-ка, давай еще раз. А, повторяются все, да? Понятно. Понятно все с тобой. Фу, нет. От отверстий мне не по себе. Его глаза не такие страшные. Вот на них и посмотрю. Нож. Похоже, старый. Наверное, кто-то вырезал им это лицо. Погодите-ка. За ножом что-то было. Какая-то электронная схема? Фига себе ты нож выдернул из дерева. Лезвие затупилось. Окей. Так, а что тут больше ничего нету, да? Что электронная схема делает на дереве посреди джунглей? Мда, вопрос. А, я тебя не заметил. Что она сделала, что-то я не понял. Слот. Похоже, нож был вставлен в какое-то электронное считывающее отверстие. Так, окей, лады. Нож, нож. А может нож показать нашему этому? Чуваку? Может что-нибудь про него скажет? Не заточишь этот нож? Наконец-то хоть что-то дельное. Ага. Он старый? Но не очень. Может лет 80? Острый. Ой, он очень хороший. По-моему, у моего деда был такой. Он его заточил. Почти как новый. Прикольно. Так, а Исида что про него скажет? Ой. И все? Не густо. Давайте попробуем его обратно впихнуть. Я не хочу класть это обратно. А нафть ты вот это затачивал. Так, окей. Лимоны. Эти лимоны просто прекрасны. С кому не сбил лимоны? Две штучки. Пара лимонов с земли. Коробка. Тут лежал набор для выживания, который я выкрал из университета. А, и все что ли? Крышка плотно сидит. Давай подденем ножом ее. Лезвие гнется. Ах, ты шпагрянчий. Мастерко. Поверить не могу. Игрушечная лодка? Кто собирал этот ящик? Так, спальники. Они слишком большие, чтобы носить их с собой. Пульт дистанционного управления. Универсальный пульт. Может пригодиться. Странно постоянно носить ее с собой. Возьму только, когда точно понадобится. Окей, значит нам она понадобится. Спальники и больше ничего. А вот пульт тебе прям вот понадобится сейчас, да? Универсальный пульт он шел в комплекте с игрушечной лодочкой, которую я в коробке нашел. Он герметично запечатан. Ага, так давай мы ножом спорим его. Так, посмотрим, что там в наборе. Солнцезащитный крем. Рыжим, без него никуда. И одна спичка. Это совсем не густо. Хе-хе-хе. Нормальный набор под семью замками, блин. Еще и лицо немного намажем. Отличная идея. А че, я посмотреть не могу что-то на него? Пипец. Одна спичка? Скудновато. Можешь ее заточить можно? Мне не нужно это резать. А лимоны? Не нужно. Окей, ладно, бог с тобой. Так, рюкзак. Куда ты пошел? Это рюкзак Карлата. Мне лучше уважать ее личное пространство. Это кондиционер. Наверное, он вам здесь нужен. Генри, я работаю? Так, ладно. Какая-то веревка. А, это на корабль, что ли? Не думаю, что он услышит меня отсюда. Угу. Угу. Так, ладно, дай с Карлата поговорим. Есть минутка. Ага, мне все равно нужно выдохнуть. Этот пилот мне уже все кишки вымотал. Что ты делаешь? Только зря время теряю. Тоталь в опасности, а я застряла тут, размахивая руками, как умалюшенная. Я тут помогала пилоту стабилизировать ховерджет, чтобы он мог сгрузить наш припас. Но внезапно налетел ветер, и он полностью потерял управление. Где ты нашел этого клоуна? У него вообще лицензия есть? У него выдался нерегкий денек. Я бы смогла стабилизировать ховерджет за считанные секунды, но он меня не слушает. Он тот еще стрелянный воробейка, это да. Воробьи хоть летать умеют. Ты можешь помочь стабилизировать корабль? Мне кажется, этот ваш пилот вообще не обращает внимания на мои сигналы. Это не мой пилот, это наш пилот. Что скажешь об Исиде? Она мне нравится, думаю, ей можно доверять. Послушать, смотри-ка че. Откуда ты знаешь? У меня такое чуйка, я никогда не ошибаюсь. Но ты доверяла Кобре? Кроме этого случая, я так никогда и не ошибалась. Ты пропустила командный брифинг. Я знаю, была немного занята. Не переживай, я все ей рассказал. Ты занят, Люк? Мне бы тут помощь не помешала. Я правда не могу, Карлат, я очень занят. Оно и видно. Ладно. Тогда я не буду тебя отвлекать. Дай знать, если тебе понадобится что-то еще. Так, чтобы ее видеть. Ну тут, мне кажется, пульт ДУ как-то может ей помочь. Не похоже, чтобы контролер работал, он не включается. А на корабль пульт не хочет включаться. Не хочет включаться, да? А, я это, наверное, не могу вскрыть, да, редать не надо. Так, ладно, бог с ним. Люк. Что ты делаешь? Инвентаризацию запасов. Мы в такой спешке загружали корабль, я не хочу чего-нибудь недосчитаться. Оборудование должно быть наготове, когда мы отыщем Тоттеря. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня поискал. Что тебе нужно? Можешь дать мне бинокль? Конечно, сейчас поищу. Зачем он тебе? Я бы мог провести осмотр местности с этой возвышенностью очень хороший обзор. Плохие новости, он все еще на корабле. Мы разгрузились лишь наполовину, когда пилот потерял управление. Мне нужна инструкция Макса. Микро нужна помощь с подключением его к компьютеру. У Макса есть инструкция? Да, я и сам удивлен. Дай-ка посмотрю. Похоже, мы не взяли ее с собой. Микро записал все, что мы погрузили на борт. Инструкции нет в описи, но тут записка от Карлаты. В ней написано «Одна черная книжка», но никакой черной книжки я пока тоже не видел. Возможно, это и есть инструкция? Я могу у нее спросить. М-м-м, так. Что, следует ли вот это? Давай, ты уверен, что у нас нет с собой инструкции Макса? Инструкции нет в описи, но тут записка от Карлаты. Ага, понятно. Все то же самое. Пока ничего. Какой у нас план? Тебе нужно отследить тотеля. Мы приземлились на самой высокой точке в этой области. Отсюда можно попасть в любую точку сектора. Вид с обрыва просто завораживающий. Ты мог бы помочь Карлате. Карлата лучше меня ладит с людьми. Она решит проблемы с пилотом намного быстрее. Похоже, не каждый ученый так же социализирован, как я. Чего? Поверить не могу, что ты в лабораторном халате. Мы же должны были выглядеть как спецназ, как герои. Я думаю, что ученые и есть герои. Ой. Что скажешь об Исиде? Не знаю даже, Генри, какая-то она странная. Ты уверен, что ей можно доверять? Я не знаю, но не думаю, что она нас обманывает. Окей, не будет тебя отвлекать. Удачи. Так, так, так. Нам как-то надо будет стабилизировать корабль. Но вот вопрос. Как? Можем ли мы... Не, я думаю, это тупая идея. Спичка подсвечивать отверстие. А мы ножом можем поковыряться нога в глазах. Я не хочу ничем тыкать ему в глаза. Я не хочу близко подходить к тому ужасному отверстию в дереве. А спичку надо зажечь вначале, правильно? Чтобы что-то произошло. Так, окей. Тогда что нам надо делать? Ну вот уже и затык, в принципе, да? Уйти я никуда отсюда не могу, что ли? Пока, видимо, я на карте что-то не обнаружу, да? Так, ну я могу попробовать дать лимоны, например, вот Максу. Смотри, Макс, у меня есть еда. Ладно, ладно. Ну ага, не понравились ему лимончики, да? Ой. Так, и что делать? Как по мне, тут вроде как всё. Монитор. Зачем нужен монитор? А, может быть батарейки попросить у этого чувака? Ну-ка. Ты нашёл мою лодочку. Так это ты её положил? Зачем? Мы в секторе, окружённом водой. А я очень хотел её протестировать. Конечно, после того, как тот или спасём. Давай-ка её настроим. О, нет, 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 антенна пропала. Да и батарейки нет. Я положил батарейку в другую коробку. Спроси, Люка, они должны лежать там со всем остальным. Но это не говори ему про лодочку, хорошо? Ну окей, мы чуть-чуть продвинулись вперёд. А ещё нам надо с Карлатой поговорить насчёт, насчёт, насчёт чего? Насчёт чёрной книжечки. Есть минутка. Ты, случайно, не видела нигде инструкцию Макса? У Макса есть инструкция? Как выглядит? Маленький оранжевый робот с зелёным глазом. Инструкция, Генри. Книжка с диаграммами. Я не знаю. Книжка? Да, я одну тут видела. Валялась под моим сиденьем. Она всё ещё на корабле? Не, я взяла её с собой. Вот, держи. Да. Но... Это не инструкция Макса, Генри. Это моя записная книжка. Ну, тогда я инструкцию точно не видела, извини. Хотя бы записную книжку нашёл. Теперь я могу документировать нашу экспедицию. Не буду тебя больше отвлекать. Так, стопэ, чё за записная книжка? Моя записная книжка. Я зарисовываю туда археологические находки, которые мы находим. Я предпочитаю зарисовывать, а не фотографировать. И эмоции на фотографиях такие постные. Я не могу дождаться, когда смогу тут всё зарисовать. В смысле? Это всё, что ты можешь посмотреть на неё и всё, что ли? Или тебе нужна ручка? А тут не выбирается у нас менюшка, да? Окей. Так, теперь батарейки. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня поискал. Мне нужна антенна. Но мы не брали с собой антенну. А нужно было взять? Нет, нет, я просто спросил, на удачу. Мне нужны батарейки. О, нет, тебя микро послал? Да? Чёрт, я обещал, что возьму с собой батарейки. Как же я мог его так подвести? Не говори ему, что я забыл, Генр. Мне кажется, вам с микро нужно как-нибудь сесть и поговорить о ваших взаимоотношениях. Или идея получше. Я могу сделать тебе батарейку. Может сработать. Что тебе нужно? У меня есть всё, кроме электролита. Ты не можешь мне его достать? В принципе, могу. Электролит это, насколько я понимаю, лимон. Что это такое? Ты говорил, что тебе нужна кислота для батарейки. Я не этого ожидал, но и так сойдёт. Тра-ля-ля. Вот тебе батарейка. Думаешь, микро не заметит разницы? Конечно нет. Выглядит как самая обычная батарейка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пипец. Лимон с земли. Мой шедевр. Но не твой шедевр, конечно. Но, блин. Так, надо здесь в коробке тогда поискать антенну. Лодка. Спальники. Спальники. А больше тут ничего и нету, правильно? менюшка тоже не выбирается поэтому в принципе пока что так окей антенна где антенна тогда взять на пошли дадим ему пока батарейку а там посмотрим чем не ответит я нашел тебе новый батарей без обид но это лимон мужик ну так то да поверить не могу что люк нацепил свой лабораторный халат прикинь мужик он что думает устрашить им древнего безумного бога я не знаю карлате похоже нравится карлате серьезно насчет пульта есть идеи как думаешь эта батарейка подойдет без обидно это лимон как антенна вообще могла потеряться наверное просто забыл ее положить что тебя люк ко мне отправил я сдаюсь микро я не знаю как это починить у нас почти получилось мужик еще увидимся дай знать если найдешь инструкцию так и что тогда делать с лимоном я могу зарисовать горизонт а мне рисовать нечем не стоит бросать предметы с обрыва это может плохо кончится и я не могу дотянуться у робота по-любому должны быть батарейки но так ему тоже не подходит с кремом может быть что-то сделать отлично теперь это пахнет лимоном так ночью вот я в принципе ребятки в тупике по большому счету поэтому давайте прибегать там счет пошевелилась и дедуктивному методу без этого нам никуда так ну что ж картинка немножко прояснилось мой дедуктивный метод как всегда мне помог значит нам надо поговорить с максом вот не за что мне догадался он только пищит и верещит но блин мне нужна копия твоей инструкции я знаю что это личный файл но она нужна микро нам не нужна вся инструкция только раздел по интерфейсу спасибо это я смогу сейчас принесу тебе листок бумаги береги себя листок бумаги но у нас есть секретная записка но почему-то не можем ее ему дать а дадим записную книжку и одного листа будет достаточно макс можешь распечатать часть инструкции про подсоединение тебя к компьютеру спасибо макс ты лучший так теперь у нас есть инструкция макс распечатал страницу из своей инструкции собственно говоря инструкции мы можем дать микро отлично это именно то что мне было нужно теперь мы можем получать сигнал с камеры макса и отправить его в джунгли когда захотим вот так все настроено куда пошлем макса давайте-ка посмотрим тут слишком густая растительность он ничего не увидит и я не думаю что с такими гусеницами он сможет залезть на мега дерево или же пересечь те кратеры а может на пляж так может сработать дай-ка подумаю так а мы здесь до кратер озеро кратер пляж на пляж давай на пляж нам нужно смотреть этот пляж мне кажется там ничего нет но как скажешь я приготовлю макс макс высылает тебе координаты для вылазки высылай координаты для вылазки смотри по сторонам и сразу кати назад как только заметят что нибудь подозрительное ну окей макс укатил в какую сторону он покатил не запутайся в тех кустах перенгуй сигнал макса бинго надеюсь он не задержится по пути назад я не люблю когда он остается один хоть бы он что-нибудь нашел он возвращается блин это долгая тема ничего я не удивлен спасибо макс ведь если он так будет постоянно ездить туда еще и туда на край скалы блин пипец какой-то сложный так озеро это озеро весьма интересно на его берегу может быть что-то скрыто вот тут да и уровень обзора там довольно хороший хорошо только макс воду не полезет так я подготавливаю малыша макс высылать тебе координаты для вылазки а пропуск escape отлично он возвращается это хорошо приду вот ребятки молодцы чё-то нашел макс что-то нашел это что удочка где он ее взял не надо удочку то забрать у него привет макс славная удочка хочешь мне едать еще ижевики но у нас и также запасов на неделю вперед больше недель это все не займет дижон в деле не надо мне тут первый закон цитировать макс мы не умрем с голоду поверь мне нужно найти способ его уговорить давайте стратегию один если не поможешь я расскажу микро не заставляй меня просить микро выключить тебя что конечно же я не блефую ты прав я блефую я тоже тебя люблю я знаю что микро любит тебя больше всех на свете прошу макс только не разочарую его так манипулировать опираясь на закон робототехники макс я приказываю тебе дать мне удочку второй закон гласит что роботы должны подчиняться приказам людей мы не находимся на грани голодной смерти это не исключение тоталь может быть смертельной опасности мне нужна эта удочка но я уверен что удочка в этом поможет в определенной степени логично но не так уж и очевидно макс я знаю что ты хочешь обеспечить наше выживание но если ты не дашь мне удочку ты поставишь под угрозу все человечество из того что рассказал нам и сида можно понять что сет могущественный враг тут дело не только в тот или мы нужны человечеству я ничего не придумываю так действовать осмотрительно не то чтобы я прям так хотел эту удочку смотри у тебя за спиной огромные ежевичины плохой был план ежевика вообще не то чем кажется слышал если ее переесть то можно поплохеть если ты дашь мне удочку я смогу пойти на рыбалку да я потом наверно не хороший мальчик и так мы разжились удочкой старая удочка так теперь мы иудим вот этого робота не расстраивайся макс уверен он прожил долгую счастливую жизнь мне кажется я смогу вытащить его удочкой что думаешь ты прав робот висит весит прилично но вот его антенна болтается фига себе ты антенну подцепил чувак можешь забрать удочку она мне больше не нужна ты же обещал рыбу рыбачить вот в рунишка эта антенна от старого робота серии кетчуп я не могу дотянуться окей так антенну отдаем нашему чуваку ты ее нашел ты чё хочешь топи сам и приделывал что пипец откуда ты взял эту антенну это старая антенна от робота модели кетчуп модели кетчуп такая может подойти придется ему тогда батареек пришпит пришпирить мой что-то ты делаешь гендер так ты все тут заляпаешь это батарейка и и сделал для меня люк правда круто как он смог сделать ее форме лимона не форме лимона так теперь у него есть антенна и батарейка похоже теперь он в рабочем состоянии можно мне взять пульт дистанционного управления на время микро повода конечно с ним очень легко обращаться просто нужно направить его на то чем хочешь управлять контроллер автоматически настроиться на нужную чистоту так 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 а у нас чувак ходил вот сюда да в кусты я их и не видел в этом огроменном пне расселена растительность слишком густая голыми руками ее не раздвинуть так ладно окей теперь мы даем наши чувихе пульт а ну-ка давайте на нее посмотрим хорошо у меня получилось блин 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 карлата что такое генри вот попробуй поуправлять кораблем с помощью этой штуки универсальный радиоконтроль любезно предоставлен микро спасибо какого хрена что происходит с моим кораблем крутота генри ты же бинокль искал подержи микро поможет тебе его настроить отлично мы разжились биноклем мне нужен бинокль он готов но он не будет работать за пределами лагеря его аутентификационный реле связано с системой связи ховер видите почему я люблю мою мастерок он работает везде так чё тут есть интересно а чё тут нет интерактивных точек что вот те раз ящерка ну-ка еще раз и прикольно так это тогда можно просто тыкать на чё-нибудь и все да так вверх вниз не работает там как черная точка нет и чё мне тут надо искать вон еще одна чё ты фиг поймешь да чё ты фиг поймешь вон там камыши какие-то опа а кто это сет но где тоталь отсюда я ничего не увижу я его нашел я нашел сета фигасе я ткнул просто случайно а тот или где тот и его я не видел но он должен быть рядом где ты их обнаружил генри глава экспедиции можешь отметить на карте ага думаю да дай-ка я активирую координатную сетку просто укажи место где ты увидел сета фигасе а как я тут тебе должен так озеро ну где-то вот здесь да вот где-то вот этих деревьев же по моему он был нет не думаю что это нужное место а погоди озеро в озеро вот это наверно вот здесь тогда где-то вот тут я в этом уверен у подножия горы там были следы цивилизации я заметил часть палисады что-то похожее на статую не думаю что он был один похож он с кем-то спорил тогда пойдем и прижучим его нет люди вы умрете в отличие от вашего друга вы не представляете для сета никакой ценности он вас раздавит как муравьев муравьев нельзя открыто вступать в конфликт нужно действовать аккуратно осмотрительно осмотрительно я прилетела сюда тот или спасать и я не собираюсь сидеть на месте пока не станет слишком поздно нужно снова выслать макса но ты же слышал что отказал эсиды сет раздавит его как как муравьев раздавит как обычно давят муравьев макс маленький и тихий он наш лучший вариант проследить за сетом ну тогда ладно удочку то оставь обещать что будешь осторожен дружок макс знает как о себе позаботиться ты хорошо его обучил брат ладно тогда я подключаясь к камере макса подключаясь к камере макса макса сигнал потерян что произошло не знаю наверно его нашел сет я знал что это будет слишком опасно дай сюда бинокль я его найду так мы смотрели вон туда да блин то пипец вот как как можно было среди вот это все карты вот эту сшивую точку увидите вот тут что-то нарисовано вниз камень к воде так что сет исчез да и макса не видать минуточку на этом камне раньше не было никаких отметок так если вам показано на этот камень должно быть макс оставляет отметки на камнях погоди а вот сюда да нет какие-то статуи ну вот они статуи тут ничего нет может на самих статуях нет 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 на этом же ничего не было нарисовано тишина может он вот сюда показал нет и че и куда дальше тогда а вот сюда походу дело да просто блин тут нарисовано так как будто он разворачивается вверх куда-то да да то есть стрелка то куда-то туда оказывается вот сюда да так и через какую-то арку в ту сторону в ту сторону вот сюда что ли нет через арку может вот сюда нет а через арку так вот она арка вот к этому камню а через реку дальше вот сюда и куда-то еще маленькую штучку вот сюда что он она макс макс похоже что-то нашел я нашел макса микро он в порядке он следовал за светом прямо до чего-то вроде крепость почему мы потеряли сигнал наверное он сломался мне нужно провести диагностику где ты видел макса я отмечу позицию на карте но где-то вот здесь вот тут я в этом уверен сет должен находиться в этом кратере так давайте его раздаю я согласна с кричащим человеком конечно же скрытность по прежнему в приоритете у вас что нет еще металлических слуг нет макс такой один и он не слуга мы не можем пойти туда все вместе он нас заметит так что отправимся мы с эссидой одни вот и идите а я пойду на поиски макса встретимся у кратера а еще чувак возьми с собой карту она тебе понадобится нормально он кусты порезал ах микро так мы взяли с собой карта спутникова карта этого региона че поболтаем чайному скажешь на а она ничего не скажет да так ну а погоди стоп 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 а бинокль пора проанализировать местность а ты берешь бинокль идешь смотреть да не 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 так это спутниковая карта этой области я возьму карта но все тогда по тополичи куда же нам сначала пойти нам нужно пойти туда где ты впервые заметил сета или же пойти по следам микро сразу к максу выбор до тобой генри глава экспедиции в этих проклятых землях смерть поджидает за каждым углом поверить не могу что ты выбрала ее генри проклятие нужно было взять с собой мой птичий костюм так ну давайте начать тогда сюда пойдем а потом уже кратером фига себе у меня не было выбора отвечаю он бы всех нас убил злоумышленники где мы уже и так все вам рассказали харолин останови их постойте мы друзья мы просто хотим поговорить тише тише харолин это чужаки вы что собираетесь нас выгнать дикость какая конечно же нет но если бы вы остались тут без приглашения то было бы чудовищная бестактность люди что тут произошло а все мы можем управлять да так и сида ты чё-то новое скажешь тут был сета у нас вернил землю на которой мы стоим но я все еще не видела ни одного тела может он в хорошем расположении духа думаешь ваша подруга кобра хорошо на него влияет это невозможно с кобра он может стать только еще злее есть идеи нам нужно узнать что свет искал в этой деревне что думаешь о жителях деревни как и все смертные не вспахивают бесполезную борозду совершенно не подозревая что она ведет лишь к могиле за исключением присутствующих тогда продолжим окей лицо этот камень который я видел в бинокль ухты если бы у меня только было время поизучать все это великолепие так мы можем туда еще пойти да и сюда пойти можем это налево а это вверх окей забор чё забор нет камни нет стенд с информацией на стенде висит несколько объявлений всем посетителям в ночном состоянии ожидается метеоритный дождь внимание в районе замечены воры вы видели этот символ не пропустите самые интересные достопримечательности в этом секторе дайте вашу нашу бесплатную карту вашему гиду и он отметит на ней все нужные точки как же что все карты закончились так давайте с жителем поговорим вначале вы все еще здесь да мы не хотим причинять вам вреда нам просто нужна информация я уже рассказал все вашему другу он нам не друг он мне брат так я этим совсем не помогаю теперь поняла прошу нам нужна ваша помощь чтобы восстановить вы злоупотребили нашим гостеприимством сэр вот конь педальный не хочет да интересная формация огонь дождь танец и а это что такое и сида что ты думаешь по поводу можешь прекратить так ко мне сзади подкрадываться я богиня фактически я везде на каждом из этих четырех камня есть символ я не двигалась так окей приветствую тебя собрать землянин какой занятный язык это какие-то разговорные иероглифы это что древнеегипетский нет мой народ никогда не говорил на этом языке должно быть это язык твоих предков посмотрим чё-то не срослось да при улыбке говорит звезда дружба он что-то говорит иди типа поговори чего хотел человек с головой пса дует защита звезды радиация что-то отрезать кровь ты хоть что-нибудь понял нет мы правда не хотим причинять вам вреда можете сказать вашей подруге что мы не хотим причинять вреда мне нужно поговорить с кем-то кто знает мой язык у вас тут есть туристические гиды фига себе попытаться заговорить ты хоть что-нибудь понял вообще ничего так окей мне пора так лады с символами понятно что ничего не понятно пусто черепушки не работают какая-то непреодолимая сила подсказывает мне что бархатный канат лучше не трогать я не хочу разозлить жителей деревни давай мы его порежем мне кажется что обрезать шнур не очень вежливо но поджечь то мы его не можем карту можем показать этому харалину нет да а может спичку можем ему подарить нет может древний нож может лимон понятно похоже она не хочет со мной общаться если бы я только мог заняться своими прямыми обязанностями поизучать их так и мы можем туда еще зайти да да попробуем зайдем если нас пустят ага нельзя мне кажется что тебе туда нельзя да это я уже понял тогда пошли туда стоять этот путь не для вас я не могу позволить еще одному чужаку осквернить священный город но блин вы чего тут же даже веревочкой не огорожены логично так 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 и чё делать чё делать поизучать все это велико глаз горит нет ни на чё не влияет да а тут карандаш кстати есть можно рисовать я думал ручку на днете ну-ка отойдите чужак не думал что это нужно зарисовывать она выглядит довольно современной я бы дал ей лет 30 если хочешь порисовать старину то мне 9000 лет и хи 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 что я такого сказала ну вот снова я выбила тебя из колии С людьми так трудно общаться. Не могу. Нет, 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 я не могу, нет. Окей. Тотель всегда говорил, археология превыше всего. Великий кальмар, эти головы просто огромны. Похоже, что это воины, я бы сказала, что они почти одного возраста с нашими пирамидами. А сколько лет этим твоим пирамидам? Некоторым больше 7 тысяч лет, тебе бы они понравились. И я это зарисую. О, можно зарисовывать, прикольно. Кстати, чувак же трубку... А, он чё, он её не курит, да? Так, а вот эти я могу зарисовать? Ну-ка, погоди, я чё-то там зарисовал. Голую. На голове какая-то штука, да? Какие же поразительные открытия мы делаем во время этого путешествия? Серёжки. Ладно, окей. Как выйти-то? Пипец. Так, давай вот эти штуки зарисуем. Эти символы довольно свежие. А, то есть они не пойдут, да? А вот эти статуи... Не помешает фиксировать то, что мы находим. Похоже, они терракотовые. Они одеты в одинаковую броню, но лица разные. Я их зарисую. Так, и чё-то, чё-то другое скажешь нам, нет? Чуваки. А, всё то же самое говоришь. Так, ладно, окей. То есть, получается, нам надо прилично чего-то зарисовать, да? Так, он у нас, смотрите, трубку не курит, а у меня есть спички. Ну-ка. Не подходите. Я просто хочу... Можно? Ага. А, спасибо. А знаете, у вас честные глаза, чужак. Возможно, я сделал для вас поспешные выводы. Мы просто хотим поговорить. Мы не имеем никакого отношения к псоголову. Ну, вообще-то, он мой Исида. А, да, поняла. Меня зовут Клейтон. А с Харолин, что на травке, вы уже познакомились. А там подальше, наша Майя. Мы стражи Мутрополиса. Я доктор Генри Дизон. Исида, королева богов. Так, значит, вы знаете, где находится Мутрополис? Ну, вы сейчас находитесь в Мутрополисе, точнее сказать, на его земле. Что Сет искал здесь? Разреши мне обратиться к смертному. Что вопрошал у вас, мой брат? Мы видели, как вы спорили. Монстр с головой зверя? Он требовал, чтобы мы раскрыли ему, как попасть в Мутрополис. Но вы же ему не сказали? Не в жизни. Я человек-принцип, а тверже камни. Кроме того, мы и сами не знаем, как туда попасть. Я пытался это до него донести. Как вы пережили катаклизм? Нам говорили, что все погибли. Когда начался Великий Исход, наши предки остались здесь. Они посвятили свою жизнь и защите знаний. И они не смогли бросить свое призвание. Они были настоящими героями, доктор Дижон. Они остались тут, когда все остальные бежали. Вас тут всего трое осталось? Нет, наше поселение в дне хода отсюда на север. Кто ваш лидер? Пардон. Стражи Мутрополиса равны между собой. Хотя Харолин у нас тут самая сильная. Сдается мне, она бы смогла захватить власть в свои руки. Пожалуйста, не говорите это, Харолин. На каком языке разговаривает Харолин? Это древний диалект, который пытается сохранить некоторые из нас. Они поклонялись никогда не говорить ни на каком другом языке. Мы называем его Эмоджис. У вас тут есть туристические гиды? О, да. Кстати говоря, я в своем роде тоже туристический гид. И у вас тут много туристов? Нет. Вы с псоглавым гадом первый. Тогда зачем вам стенд с информацией для гостей? И именно вот для этого прошу глубочайший простительный за то, что назвал вас чужаками. Как у вас тут с туризмом? Не густо. Пытаемся привлечь общественность. Но нам предстоит еще очень много работы. Что за той занавеской? Одной из наших тайных святилищ. Можно заглянуть. Извините, только для стражей. Что за веревочкой? А, путь героя. Можно пройти. Извините, закрыто для общественности. Нам пора. А, если мы можем помочь вам остановить этого монстра, не стесняйтесь, спрашивайте совета. Нам бы очень хотелось попасть в город. Никто из нас так и не смог попасть внутрь. То есть мы так и не нашли вход. Это знание было утеряно многие столетия назад. Но вы можете походить по прилегающей территории. Она открыта для общественности. Вдруг вы что-нибудь там найдете? По-моему, он разрешил нам туда сходить в лесок, да? Если я не ошибаюсь. Так, ну давайте попробуем. Вы вступаете на территорию великой исторической значимости. Пожалуйста, ничего не трогайте и не сорите. И не фотографируйтесь со вспышкой. Приятного пребывания. Угу. Привет, красавец. Ну же, Генри, глава экспедиции. Мы почти уцелим. А ты, правда, очень красивый. Мне еще столько всего предстоит узнать об этих скульптурах. Так, давайте зарисовывать. Нужно это зарисовать. Хотел бы я знать, вулканическая ли это порода. Так, окей. Развалины. А больше тут ничего похожего и нету, да? Они древние. Давай их зарисовывать. Она древняя, но это просто стена. Нечего ее зарисовывать. Окей. Великие фараоны. Ну, с деревьями они прям не стали заморачиваться, да? Это невероятно. Генри. Ты только что назвала меня Генри? Это то самое место. Мы нашли потерянный город. Тотель всегда верил, что он есть. Ты и так будешь медленно ходить, что ли? На маленькой плашке написано «Взято на время из коллекции музея Острова Пасхи, 2135 год». Я бы зарисовал ту, которую мы видели до этого, а она лучше сохранилась. Но ту мы и зарисовали, в принципе. Окно. 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 Так, а что тут у нас еще? Металлические прутья. Похоже на часть какого-то строения. Мне нравятся эти каменные головы. Я назову их Доротея, Эрвин, Кэтлин и Доктор Броуди. Но я уже придумала им имена. Нефтида, Тотт, Хаппи и Маат. Давай назовем их Нефтида, Тотт, Доротея и Эрвин. Ты что, торгуешься с богиней? Ладно, я принимаю твое предложение. Нефтида, Тотт, Доротея и Эрвин. Не стоило давать им имена. Теперь я начинаю к ним привязываться. Нефтиде взгроснулось. Так, а я что, могу что-нибудь тут зарисовать? Например, вот эти прутья. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они не могут быть старше лет ста. Думаю, их сделали сразу. Окей. У меня так много вопросов. Я в жизни ничего подобного не видел. Нужно это зарисовать. Таких детальных узоров мне изучать еще не доводилось. Узор персидский. Посмотри на характерные изгибы волос. Кто был этот персидский? Это империя, а не человек. Я расскажу тебе про нее, если у нас потом будет время. Можешь рассказать сейчас, но очень быстро. Нет, нам нужно спасать Топеля. Тоттала. Поттеля. Тоттель. Я зарисую эту стату. Окей. Не стоит ее двигать. Так я могу повредить камень. Я не знаю, что с ней делать. Тут даже лица нет. Статуя двух массивных ног. Тут надпись. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен. Ух, а этот парень гордился своими ногами. Я видел такие же колонны в древнем Лас-Вегасе. Обычно они из гипса или стеклопластика. Генри, это не что? Ничего. Объясню, когда твоего друга спасем. От нее почти ничего не осталось. Это он про ноги. Так, окей, что у нас есть? Окно, окно. Давайте... А что, все, да? Уешкин кот. Прекрасно. Если мы выживем, то я должен вернуться и изучить ее. Что, тоже надо зарисовать? Интересный объект, похожий на человека, но в лице присутствуют животные черты. Я его зарисую. Окей. А достать мы его можем? Не достать. На мастер-ком? Не достать. Окей. Что здесь? Предупреждение. И все? Му-трополис? Кажется, я могу подвесить эту ветку на свисающий корень. Великий кальмар? Это... Так это и не город вовсе. Это музей. Музей. Я должен был догадаться. Из куста дует легкий сквозняк. Все, тут больше ничего нет. Должно быть, откуда-то тянет сквозняком. Ёперный театр. Спокойно держим. Это просто череп. Какой-то забитый досками проход. Ну, голыми руками мне их не снять. Мастер-ком, может? Не выходит. Доски на месте, да и мастерок мнется. Нужно что-то посильнее. Ну, и ж явно не нож тогда. Металлические прутья. Надо ей сказать, что мы нашли. Ты только что назвала меня Генри? Это же твое имя, да? А куда делать глава экспедиции? Да что вообще такое эта экспедиция? Проехали. Я нашел путь, ведущий в Мутрополис. Но вон, прегражден деревяшкой. И? У тебя случаем нет какой супер силы, чтобы ее сломать? Типа, божья сила в бой, мощь тысячи тигров. Такой нет. Пятьсот тигров? Я богиня другого порядка. Уверена, что у человека по имени Кобра достаточно сил, чтобы выломать эту деревянную преграду. Наверное, поэтому Сет в нее и влюбился. Кобра, хааа. Я сам найду способ попасть внутрь. О? Он немного заржавел. Так, окей. Надеюсь, у меня хватит сил. Я сломал рычаг. Ну и кто теперь Словак, а? Погодите-ка, в черепе что-то лежало. Кусочек папируса. Что там у нас? Да тут что-то написано. На вид бумажный, не больше пятисот лет. Но я не знаю этот язык. Это язык фараонов, однако написано не моим народом. Тут написано, возвращайся туда, откуда пришел путник, не нарушая покой священного места. Только дети-кураторы и никто другой владеют ключом. А души их уже давно под толщей травы. Под толщей травы, это значит, что они умерли. Но если ключ был у них, когда они были живы, ну тогда теперь ключ, скорее всего, на... кладбище. И она так улыбается, блин, прикольно. О, нет. Затушил. Интересно, сможет кобра монтировку согнуть? Затушил? Возвращайся туда, откуда пришел путник, не нарушая покой священного места. Так, ну он повторяет, да? Под толщей травы. Но тут ничего с травой нету. Проход открыт. Давай, Генри. Восхитительное место. Дальнейший путь преграждает дверь. Выглядит крепкой. Сможешь ее открыть? Выглядит крепкой. Так я и думал. Но я попытаюсь. Погоди. Там надпись на дверном косяке. О, и правда. Стой, гость незваный, или погибнешь. Проклят будет тот, кто силой приступит этот порог. Ты же не воспринимаешь это всерьез? Еще как воспринимаю, проклятие преследовали мой народ многие поколения. Да, такое пишут просто, чтобы напомолчать, глупец. То есть, прости. Проклятие тема очень щекотливая, не заставляя меня близко подходить к этой двери. Ну, надеюсь, на сета оно возымело такой же эффект. Сет не дурак, он не оставит без внимания такое проклятие. Угу. Так, что у нас тут есть? Надпись. Ну, я встал, но что-то. Генри, берегись. Фига себе. Ты в порядке? Ты спасла мне жизнь. Прошу, будь аккуратнее. Нормально. Ну, что тут больше все? Насчет проклятой двери. Прошу, Генри, давай не будем они, мне от нее не по себе. А есть идея, она что-то скажет? Мне все еще немного не по себе от того проклятия, мне нужно пару минут успокоиться. Дверь. Дверь. Надпись гласит. Так, ну это понятно. Пожалуйста, не надо снова это читать. Дверь. Консоль. Консоль. Может у меня получится воспользоваться этой старой консолью? Замок. Мне нужен ключ. Окей. А, ну погоди. А это че? А, это не работает, да ничего? Ну ок, тут я так понимаю все пока. К чему это ты клонишь? Факт того, что он рыжеволосый, не нает и не повлиял на мое к нему отношение. Ммм. Я нашел тайный путь, я думаю, он ведет в Мутрополис. Невозможно, мы прочесывали местность сотни раз. Он был за кустом. За кустом? Ну конечно. Я знаю, как попасть в Мутрополис. О чем это вы? Мы нашли папирус за черепом. Правда? И что там написано? Что ключ у людей куратора. И что их души под толщей травы. Как заковыристые. Мы думаем, что это отсылка к кладбищу. У нас нет кладбища, но есть и склеп. Должен быть ключ там. Возможно, возможно, но мы не можем позволить чужаку вторгаться в наше священное место. Только избранные члены племени могут входить внутрь. Те, кто прошли путь героя. Только прошедшим этот тяжкий путь позволено находиться в чертогах склепа, как и в административном туалете. Что это за путь героя такое? Кандидаты должны пройти три испытания. Испытание выносливости, храбрости и испытание дождя. Я все это пройду. Нагишон. Это сделает Генри. Хе-хе-хе-хе. Я? Ладно, ладно. Это сделаю я. Можно мне хотя бы рюкзак с собой взять? С собой нельзя брать вообще ничего. Одежды можете снять в нашем нудиториуме. Ничего, только не смотрите, пожалуйста. Нудиториум. Вон оно, что оказывается. Я-то думал, это толчок. Это, оказывается, нудиториум. Я положу рюкзак рядом с будкой. Это цензура, ребят. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вы же обещали не смотреть. Да-да, мы и не смотрим. Пройдите через красные врата, как будете готовы. Удачи, доктор Дижон. Генри, опасайся веток. Горячо. И чё, ты не пройдёшь? Ммм, да уж. И вот и прошли испытания. Чёрт. Ну-ка, рюкзак. Погоди, это же инвентарь, да, мой? А, он у меня не работает, он в рюкзаке всё, да? А я могу голый подойти к девице? Она чё-то крутит, кстати, там трубы какие-то. Я не собираюсь ходить по деревне голышом. Ага. Этот крем довольно сильный. Думаю, он сможет защитить меня от жары углей. Мне придётся выдавить его весь, ну я хотя бы уже босиком. Вот так должно сработать. Ну-ка, попробуй ещё раз. Давай смелей. Очень горячо, но терпимо. Нужно сосредоточиться. Давай, Генри. Ну вообще, красавчик. Это было не так уж и сложно. Одно прошло, осталось два. Теперь испытание храбрости. О, нет. О, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Не говорите, что мне нужно засунуть руку в эту дыру. Она такая тёмная, я не смогу. Соберись, Генри. Помню, что я сказал тебе детский психолог. Вы взрослый мужчина, убирайтесь из моего кабинета. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, до этого. Страх живёт лишь у тебя в голове. Лишь в голове. Так, а чё тут больше ничего нет, да? Рука. Мне можно просто дать пять и на этом закончить? Ладно, ладно. Лицо. Нужно преодолеть свои страхи. Давай, Генри. Невозможно. Я не могу. А, оно такое глубокое и тёмное. Короче, печаль, да? Чёрт. Короче, печаль. Чёрт. Я не собираюсь ходить по деревне. Блин, надо, наверное, с Исидой поговорить, да? Может, нам что-нибудь поможет? Есть идеи? Найди в себе силы, чтобы пройти путь героя, обнажив свою душу и... тело. Рассказать замечательный анекдот. Знаешь, напомнило мне о случае, когда я нашёл новорождённого ёжика. У него была сломана лапка. И я помню, как он посмотрёл на меня своими глазками и бусинками и сказал... Эта история неправда. Как ты догадалась? Меня выдал говорящий ёжик? Ты что, можешь мысли читать? Не совсем. Я получаю чувственный слепок твоего разума. Например, теперь я чувствую, что тебе не по себе, но я не могу сказать почему. Человеки такие загадочные. Как думаешь, ты сможешь незаметно пробраться в склеп? Я могу сжечь эту деревню дотла. Но что-то мне подсказывает, что тогда я потеряю твоё доверие. Прошу, не делай этого. Не надо ничего сжигать дотла. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. У нас в лагере была дыра в дереве, да? Может, попробовать сюда руку засунуть? Фу, нет. Да что такое? От отверстий мне не по себе. Почему тебе от них не по себе? Я не хочу об этом говорить. Может, я смогу помочь? Мой народ отлично разбирается в людских страданиях. Почему ты боишься отверстий? Никому не рассказывай. Я никого и не знаю. Тогда ладно. О, так вот как? На всю глубину? Какая забавная история. Хотела сказать, травма. Какая забавная травма. Слушай, я поговорю с этим отверстием. Попрошу его хорошо отнестись к моему другу Генри. Ты ему нравишься. Чувствуешь, что это не очень? Дай ему шанс. Ну, поехали. Давай, Генри. У тебя получилось. Видел? Всегда нужно все проговаривать. А, теперь я готов для отверстий побольше. Для отверстий побольше. Дай попробуем. А, сначала нужно раздеться. Нужно преодолеть свои страхи. Давай, Генри. Нужно преодолеть свои страхи. Невозможно, я не могу. Оно такое глубокое и темное, да пипец. Черт. А, че тогда? Проганализировать местность. Может, я че-то упустил? Так, окей. Давайте тогда нам в другую местность пока пойдем, что ли? Это наш сателлайн-мапа в районе. Это наш сателлайн-мапа. Я возьму сателлайн-мапа. Так. Сюда, что ли? Это кратеры? Не, твоя камера спеклась, блин. Микро, что произошло? Почему он перестал передавать сигнал? Осмелюсь предположить, у сета где-то есть что-то наподобие глушилки. Исида? Это возможно. У сета сильная электромагнитная дура. Вот оно что. Или Аурона сказал. Аурон, наверное, вот оно что. Хорошо бы было знать. Это до того, как Макс полез сюда, рискуя своей... Что там у него вместо шеи? Ну, он хотя бы в порядке. Что он нашел? Тот или он нашел, мужик? Лагерь с этого он за тем камнем. Действуй осторожно. Угу. Соковыжималка. В этом секторе полно мусора. Должно быть, тут был город. Ммм, не думаю, что я смогу дотуда дотянуться. Ну да, вряд ли. Мы так близко к Тотарю и совсем не можем ему помочь. Мы его спасем. Ну, хотя бы Макс в безопасности. Я слушаю. Не достанешь вон ту соковыжималку и используя свои суперсилы, что ли? Только не сейчас, когда Сет так близко. Он может меня почувствовать. Ну, и как долго ты думаешь еще пробыть на земле? Я бы с радостью послушал истории о наших предках. Если Ра разрешит, то я смогу на какое-то время остаться. Пока вы все не умрете, например. Хм. Давайте продолжим. Привет, Макс. Есть новости? Великий Кальмар. Ты можешь пролезть в лагерь Сета? Шутишь? Даже не думай об этом, Макс. Тут ты в безопасности. Просто ветка. Тут таких сотни. Опасно. Похоже, ее повесил Микро. Микро. Ветка. Нет. Нет. А Мастерком? Нет. Нет. Окей. Я не могу пройти с тобой по этому пути Гендри, глава экспедиции. Сет почувствует мое присутствие, так что помни. Не дай ему заметить тебя. Вот еще что. Кто из твоих друзей станет главой экспедиции в случае твоей гибели? Я стану. Микро? А, ну ладно. Почему бы и нет? Ничего не случится. Я скоро вернусь. Кобра. Где ключ, Тотель? Скажи-ка она, как нам обойти проклятие. Никогда. Ты слаб, смертный. Я могу сломать твою волю тысячу способов. Просто расскажи ему, старик. Я тебя не боюсь. Я пережил восстание умных домов. Я боролся со стиралками похлеще тебя. Ты пожалеешь о том, что испытывал мое терпение. Узри же, Ваза. Ей четыре тысячи лет. Говори. Убери от нее свои лапы. Нет. Прошу, прекратите. Я не зведу тебя до тени, смертный. Великий кальмар. Они его пытают. Нужно скорее что-то сделать. Сэд бог. Он замучает вас всех, если поймает. Ты тоже богиня? Ты можешь вступить с ним в бой. Я богиня плодородия. Мои силы не очень подходят для битв. Я бы никогда не подвергла вас всех опасностей, если бы могла его побороть. Слушайте внимательно. Сету нет дела до вашего друга. Ему нужно то, что сокрыто в мутрополисе. И у нас есть лишь один выход. Попасть туда быстрее него. Именно. Найти то, чего так жаждет Сет и выменять на жизнь вашего друга. Но что он так сильно жаждет? Простите, но этого я сказать не могу. Я и так нарушила уже слишком много правил. Мне это не нравится. Так. И чё, и чё, и чё, и чё? Туда мы, значит, не сможем пройти. Микро, возвращайся в коверджет. Мы с Максом останемся и будем следить за ситуацией. Я не брошу тот или. Я дам знать, если узнаю что-нибудь новое. Ладно, но будьте осторожны. Так, ладно, ребятки. Давайте я, наверное, пожалуй, на этом пока остановлюсь. Ну вот. Потому что не очень ясно, что делать дальше. Ну и, собственно говоря, потом мы с вами продолжим эту игрушечку. И, может быть, даже будет финал. А, может быть, и нет. Посмотрим. Пока на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, трябонькайте колокольчик. И спасибо, что смотрите. Всем пока-давай.